МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Постойте-ка, только она же срабатывает как раз сегодня. Кстати, да, сегодня я проснулась как-то особенно легко, да и солнце вроде ярче светит. Короче говоря, примета работает, друзья, работает. Поэтому врываемся в наше 10 августа с широкой улыбкой. В мире существует огромное количество достопримечательностей, которые хоть раз в жизни, но нужно посетить. Это и памятники архитектуры, и природной красоты, театры, исторические постройки и музеи. Представляется увидеть своими глазами величайшие творения человеческого гения. Например, легендарную картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза». Кстати, знаете ли вы, в каком музее находится ее оригинал? Правильный ответ – Лувр, что в Париже. И он, между прочим, открылся для посетителей как раз 10 августа. В 1793 году Лувр открылся для публики как национальный художественный музей. Самое знаменитое здание Парижа располагается на правом берегу Сена. Лувр занимает территорию в 195 тысяч квадратных метров. При Первой империи он именовался музеем Наполеона, который и сам внес особый вклад в расширение коллекции. С каждой побежденной нацией он требовал дань в виде произведений искусства. Сегодня каталог музея насчитывает более 400 тысяч экспонатов. В основе собрания Лувра лежат бывшие королевские коллекции, а также коллекции монастырей и частных лиц. В Лувре хранятся уникальные собрания восточных древностей, древнеегипетского, античного, западноевропейского искусства. Даже те, кто никогда не интересовался искусством, знают такие произведения, как Венера Милосская Микеланджело и портрет Монны Лизы Леонардо да Винчи. Эти и другие бесценные творения выставлены именно в Лувре. На сегодняшний день Лувр – самый популярный в мире музей. Только в прошлом году его посетило свыше 10 миллионов человек, и этот показатель постоянно растет. Как прекрасно в этой жизни найти свою вторую половинку. Пусть скептики и пессимисты говорят, что мы родились целыми, и зачем нам половинки? Для души, ребят, для души. Только послушайте, как романтично звучит. Я твоя Кэри Брэдшоу, а ты моя эксклюзивная пара туфель. Я твой кофе, ты моя вода. Я твоя бутылка с винтовой нарезкой, а ты моя пробка из алюминия. Не очень романтично, а мне нравится. К тому же нужно же было как-то обозначить, что последняя пара была запонсантована как раз 10 августа. В 1889 году англичанин Дэн Райнольдс запонсантовал бутылку, закрывающуюся пробкой с винтовой нарезкой из алюминия. Долгое время виноделы не обращали на новый метод укупорки внимания, считая новую пробку недостаточно надежной и в целом неподходящей для вина. В середине 30-х годов прошлого столетия в Калифорнийском университете Дэвиса стали проводить эксперименты с такими пробками, а в Европе еще позже. И только в 1968 году во Франции официально было разрешено использовать винтовую пробку для укупорки столовых вин. Долгое время участь алюминиевых винтовых пробок была незавидной. Ими закрывали только самые недорогие вина. Даже в настоящее время, когда развитие производства альтернативных пробок стремительно развивается, стереотип, что только натуральная пробка признак качественного вина, остается. А вообще, это изобретение стало последним этапом в формировании облика знакомой всем современной бутылки и сделало тару удобной для производителя и потребителя напитка. Трепетное отношение к природе и ее дарам – это обязанность каждого человека. Потому что от жизнедеятельности окружающей среды зависит наше собственное. В Мордовии об этом помнят и знают. В 1967 году был создан Краснослободский охотничий заказник. Заказник – это территория, которая выделена для восстановления или сохранения живой природы и поддержания экологического баланса. Краснослободский комплексный государственный заказник местного республиканского значения расположен к юго-востоку от города Краснослободска. В долине реки Мокша имеет площадь 6500 гектаров. Он был организован в целях сохранения, воспроизводства и восстановления численности диких копытных, речного бобра, выхухоли, водоплавающей и боровой дичи. Профилирующим животным для воспроизводства считается лось. В заказнике есть пойменные водоемы, удобные для сохранности и воспроизводства водоплавающей дичи. Представлен богатый комплекс разных типов лесной растительности. Наша республика не только очень красивая, но и хлебосольная. Мы любим принимать гостей, это факт. Так, например, к нам неоднократно приезжал Владимир Владимирович Путин. И 10 августа, кстати, тоже. В 2006 году Владимир Владимирович Путин совершил свой третий визит в Мордовию. Повод был значимый. Пятью днями ранее патриарх московский в Сеаруси Алексей II осветил в Саранске кафедральный собор святого праведного воина Феодора Ушакова. А памятник флотоводцу Владимир Путин открыл лично. После этого глава государства посетил и сам собор. Во время своего непродолжительного пребывания на Мордовской земле президент успел посетить пару промышленных предприятий, совершить ряд официальных церемоний в центре Саранск. Одним из главных итогов этого визита следует считать начало формирования концепции празднования тысячелетия единения мордовского народа с народами России. 10 августа – это 29-й лунные сутки. Луна находится в четвертой фазе убывания. Особенностью этой фазы является замедление всех процессов в окружающем мире и угасание энергии. Организм человека становится пассивным, легко подается апатии и усталости. Планировать активные действия и выполнение серьезных проектов на это время не рекомендуется. Но я думаю, что это не так страшно, потому что сегодня пятница и можно немного расслабиться. А сейчас слушаем гороскоп для каждого знака зодиака. Овны. Не стоит искать справедливости там, где ее априори нет. Будьте скромны в желаниях, а также не лезьте в жаркие споры. День ознаменуется успехом и приятными событиями, если вы сами пойдете навстречу победе. Финансов будет немного, но они неожиданные. Если потратите часть денег на себя, то получите от этого максимум удовольствия. Тельцы. Вам ни в коем случае нельзя встревать в чужие войны. Пусть другие сами решают, как им вести себя в экстренных ситуациях. Позаботьтесь о своем духовном самочувствии, а также найдите время пообщаться с природой. Немного веселья и чувства юмора не помешают в личной сфере. Близнецы. Вам необходимо правильно расставить приоритеты в рабочей сфере. Крупные дела не откладывайте, они окажутся прибыльными. Умеренные аппетиты должны присутствовать в любви. Постарайтесь из всего происходящего извлечь урок, чтобы ошибки не преследовали в будущем. Поездка за город обещает сюрпризы. Раки. Вам нужно соблюдать дистанцию в общении с людьми, которые выше по статусу и возрасту. В отношениях с родственниками тоже слишком не геройствуйте, иначе случится ссора. Все то, что касается быта, опутает вас с чрезмерной заботой. Но приятно же сделать все самому, не прикладывая проблем на чужие плечи. Львы. Вас ожидает нелегкий день, когда захочется поваляться на солнышке, а тут еще и новая работа подвернулась. Придется действовать как реактивный самолет, чтобы все успеть и выполнить качественно. Есть шанс подняться в должности, укрепить положение в обществе и пополнить кошелек. Вечером вас ждет яркая встреча. Девы. Вам нужно на все реагировать моментально, без лишних раздумий. Даже если возьметесь за сложную работу, не робейте. Начальство ждет от вас идей, а не смятения. Компромиссное решение в любви – вот что вам необходимо. Меньше эмоций, а больше поступков. Тогда все наладится. Тематический парк Лего Ленд, расположенный в городе Нагое, теперь может похвастаться тем, что там растет самая большая цветущая сакура в мире. Это замечательное дерево никогда не отцветет, ведь сделано оно из конструктора Лего. Скульптура, высота которой составляет 4 метра, длина 5 метров и ширина 4, попал в Книгу рекордов Гиннеса. Тор Бен Дженсен, руководитель парка, рассказал, что не знает, чему больше радоваться – тому, что в их парке имеется дерево-рекордсмен, или же тому, что парк просто украсился такой великолепной сакурой. Кстати, помимо множества лепестков, ветви украшены еще и фонариками, естественно, тоже сделанными из деталей конструктора, которые в темное время суток начинают светиться. Если же вам интересны другие, не менее любопытные новости, то сделайте звук громче. Исследователи США, Великобритании и Южной Кореи создали алгоритм для квадрокоптеров, позволяющий в полностью автономном режиме отпугивать птиц от аэропортов. Птицы создают большую опасность для авиационных перевозок, так как самолет в случае столкновений с ними может получить серьезные повреждения, а в худшем случае это приведет к падению. В аэропортах будут установлены специальные зоны для отпугивания птиц, которые оборудуют системами, работающими при помощи световых и звуковых сигналов. Применять такие дроны во время полета специалисты предлагают в паре. Один отгоняет птиц, а другой следит за его действиями и координирует их, заранее просчитывая возможную траекторию передвижения стаи. Теперь компьютеры могут создавать портреты людей по текстовому описанию. Программист из Индии разработал программу для создания портрета человека с помощью текстового описания его внешности. Работа с изображением — это одна из сфер, в которой наиболее заметен прогресс в области алгоритмов машинного обучения. Программа составляет алгоритмы для создания изображений людей. Разработчик Анимеш Карнивар использовал в своем проекте два алгоритма на основе генеративно-соседательных нейросетей. Программист использовал часть, позволяющую кодировать текстовое описание, данный простым языком вектор, который в дальнейшем передается нейросети, синтезирующей изображение. Во дворах могут запретить парковаться автомобилем и увеличится штраф за нарушение правил перехода железнодорожных путей. По рекомендации Министерства транспорта России, по организации парковок в регионах могут стать причиной их запрета. В рекомендациях содержится пункт, предлагающий запретить парковаться у обочин дорог с двухсторонним движением, ширина которых меньше 8,5 и 9,5 метра, а ширина односторонних должна быть не менее 6,5 метра. Также Министерство транспорта России предлагает внести поправки к кодексу и повысить штраф за нарушение правил перехода железнодорожных путей в 20 раз со 100 рублей до 2000. Это обуславливается тем, что за первые полугодия 2018 года в зоне движения поездов были травмированы более тысячи граждан в результате перехода в неположенном месте на красный свет и перед приближающимся поездом. Таким образом, должен повыситься уровень безопасности на железнодорожных путях. Ну а сейчас продолжение микроскопа для оставшихся шести знаков зодиака. Весы. Вам пора устроить мир внутри себя, а потом браться за окружающих. Конфликт желаний и возможностей окажется таким суровым, что вы замкнетесь в ожидании. Не упускайте своих денег, если честно их заработали. Близкий друг предложит сотрудничество, поэтому внимательно отнеситесь к заполнению нужных документов. Скорпионы. Вам захочется дурачиться, веселиться и относиться ко всему спустя рукава. Если вы этого реально заслужили, то отдыхайте. В другом случае радоваться успехам еще рановато, а работы не ждет, выполняйте ее оперативно. От жирной и сладкой пищи следует отказаться, если имеется сбой в работе кишечника или печени. Стрельцы. Веселый и легкий день, и пройти его нужно с гордо поднятой головой. Вам многие завидуют. Держите ухо востро. Советов со стороны родственников будет много, но коллекционировать их не нужно. Хотя бы парочку примите к сведению, чтобы не наступить на те же грабли. В деньгах помощь придет с неожиданной стороны. Козероги. Вы будете находиться в поиске космической правды. Взгляните на себя. Вы тоже честны по отношению к людям? Меньше придирок к тем, кто вам в отцы годится. Хороший день для того, чтобы заняться спортом. Если вы не хотите быть похожими на свой старый диван, то пора делать по утрам зарядку и качать пресс. Водолеи. Вам стоит полноценно отдохнуть, если погода позволяет. Выезжайте на природу, кушайте шашлык и думайте о вечном. К примеру, как наладить финансовое положение, чтобы на пенсии ни в чем не нуждаться. Миссия в любви ответственная – трудиться над отношениями. Но делать это лучше вдвоем с избранником. Рыбы. Вам предстоит не только срочная поездка, но и целое путешествие в мир собственных желаний. Грязите о лучшем? Все в ваших руках, только не ленитесь. Отлично провести инвентаризацию в мыслях, чтобы никто не обвинил вас в халатности или легкомыслие. Нечто умопомрачительное ждет вас в любви. Возобновление давних и трепетных отношений. Иногда даже самый расслабленный отдых может превратиться в настоящий стресс. Ну, например, вас настигла морская болезнь в круизе. Или вы забыли репелленты и теперь мучаетесь от укусов насекомых. Неприятно, да. Поэтому к любому виду отдыха необходимо готовиться заранее и тщательно. Особенно, если планируете взять с собой детишек. Кстати, об этом наш следующий сюжет. Лето – это пора путешествий, загородных поездок и пикников. Для маленьких детей это всегда яркие эмоции и впечатления. Они открывают для себя что-то новое, интересное и тем самым с неимоверной скоростью развиваются. Но чтобы дальние поездки были безопасны для маленьких непосед, существует несколько полезных советов, которые помогут с легкостью сделать первое путешествие красочным и незабываемым. Перед поездкой покажите ребенку на карте место, в которое вы отправляетесь. Ознакомьте его с достопримечательностями с помощью красочных фотографий или рисунков. Поверьте, увидев их сначала на картинках, а потом в реальности, ребенок будет в полном восторге. Путешествие – это прекрасная возможность приучать ребенка к самостоятельности. Пусть он сам соберет свой чемодан. Расскажите, какие вещи являются первой необходимостью и определите, какое количество игрушек он может взять с собой. После этого проверьте уже собранный чемодан и сделайте вывод, чего лишнего взял ребенок, а что наоборот, не посчитал нужным, и сообщите ему об этом. Чтобы дальняя поездка из дома не была стрессом для вашего малыша, необходимо сохранить его зону комфорта. Для этого нужно взять с собой его любимые игрушки, собрать мини-фотоальбом из семейных фотографий или, например, скачать любимые мультфильмы. Также следует подумать и о безопасности. Перед выходом сфотографируйте ребенка, так как в случае, если он потеряется, его можно будет легко найти по одежде. Также отсканируйте и сделайте копии всех необходимых документов и будьте уверены в том, что ребенок знает не только свое полное имя и фамилию, а также и родителей. Если же вы собрались не в дальнюю дорогу, а всего лишь за город или на пикник, то ряд особенностей такой поездки тоже стоит учитывать. В первую очередь необходимо продумать детское питание. Больше всего подходят фрукты и кисломолочные продукты, и не забывайте упаковывать их в термосумку для сохранения хорошего качества. Еще отлично подойдут различные хлебцы, булочки и тарталетки с овощными начинками. Также следует запастись питьевой водой и соками. Для удобства возьмите одноразовую посуду и бумажное полотенце. Возьмите не только легкую одежду, но и теплые вещи. Не забудьте соберить лекарства и медицинские принадлежности. Бинт, пластырь, обеззараживающие средства, спреи от насекомых и клещей. Для семейного веселого времяпровождения продумайте активные игры, подходящие и детям, и взрослым. Например, это могут быть твистер или танцы на газетах. Для развлечений прекрасно подадут мяч или мыльные пузыри. Главное – старайтесь максимально взаимодействовать со своими детьми. Это укрепит ваши взаимоотношения и положительно повлияет на развитие ребенка. Продумывайте свой досуг заранее, чтобы сборы были несложными, а ваши путешествия или времяпровождение на природе с детьми незабываемыми и увлекательными. Знак зодиака, рожденных 10 августа – лев. Это талантливые личности. Им сопутствует удача во всех начинаниях. Это доброжелательные и обаятельные люди. Они так и притягивают в свою жизнь новых знакомых и друзей. У них обострена интуитивная проницательность. Они инстинктивно понимают чужие намерения и быстро распознают ложь. Кто из них знаменитость, узнаем прямо сейчас. В 1865 году родился Александр Константинович Голозунов. Российский композитор, дирижер, музыкально-общественный деятель. Будущий композитор с детства воспитывался в атмосфере увлеченного музицирования, поражая родных тончайшим музыкальным слухом и умением мгновенно запоминать в деталях однажды услышанную музыку. В 16-летнем возрасте написал первую симфонию. Творческий облик Александра сложился в общении с Балакиревым, Бородиным, Чайковским. Выступал как дирижер, пропагандируя главным образом произведения русских композиторов. Через несколько лет Голозунов становится профессором, а еще позже руководителем старейшей в России Петербургской консерватории. Ему было присуждено почетное звание доктора музыки Оксфордского и Кембриджского университетов. Среди созданных Александром Константиновичем произведений восемь симфоний, симфоническая поэма, стенька, разин, балет Раймонда. Луначарский так охарактеризовал творчество композитора. Голозунов создал мир счастья, веселья, покоя, полета, упоения, задумчивости и многого-многого другого, всегда счастливого, всегда ясного и глубокого, всегда необыкновенно благородного, крылатого. В 1906 году родился Вадим Святославович Синявский, советский журналист, радиокомментатор, основоположник Советской школы спортивного радиорепортажа. В юности он выбирал между музыкой и спортом, даже работал топером в кинотеатрах, но поступил в Институт физической культуры. До войны ему приходилось вести репортажи, соревнования по разным видам спорта, от легкой атлетики до шахмат. Но главными событиями для радиослушателей той поры были футбольные матчи. Слушая репортаж комментатора, каждый рисовал себе картину происходящего на поле. Так образно и точно описывал ход игры Вадим Синявский. До войны отсутствовали специальные кабины, и ему приходилось искать удобное место, откуда хорошо видно поле. Так в 1939 году в Сокольниках Вадим Синявский забрался на дерево, откуда упал во время первого тайма. В годы Великой Отечественной войны он вел радиорепортажи с фронтом. В 1942 году при обороне Севастополя Синявский был тяжело ранен. К спортивным репортажам вернулся в 1944 году. 2 мая 1949 года провел первый в истории советского футбола телевизионный репортаж. Ну что, на сегодня это все. Это утро с вами провела я, Марина Василевская, в эфире программы «Народное утро» на НТМ. Если вам есть чем поделиться с Республикой или с нами, не стесняйтесь, пишите нам. А все выпуски программы смотрите на нашем YouTube-канале. Отличной вам пятницы и не менее отличных выходных. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!